Эх, Террария. Яма для ютюберов с кучей крутых модов, а также просто отличная игра. Какое было моё удивление, что после 9 лет игры я продолжаю узнавать о ней что-то новое. И именно этим новым я сейчас с вами и поделюсь. Тверп тебе, мой друг, мой не коллег, всё за это 10 фактов о Террарии, о которых ты не знал. Наверное. Начнём с приятных мелочей. Цвет глаз издового питомца Рыброна зависит от биома. То есть в Кримзоне красный, в пустыне жёлтый, а в снежном биоме синий и так далее. Вероятнее всего вы об этом и так знали, но я включил этот факт только для того, чтобы плавно подвести к тому, что цвет последней призмы зависит от вашего Ника. Обычно цвет у призмы вот такой, однако сменив своё имя на одно из этих, можно получить иной цвет. Вот такой цвет будет у призмы, если ваш Ник Цуки. Йорайзер. Гостар. Девалус. Лейнфорс. Аэроблоп. Дойли. Даркалис. Аркалис. Найклеон. Свика. И... Вик. Так же, если ты создашь персонажа в режиме путешествия с ником Вольфпет, ты с самого начала игры получишь издавого питомца Волка. И да, вот так выглядит зяблик на спине Волка. Как бы ты жил без этой информации, я не знаю. Во многих репликах Портнова есть отсылки на фильмы с Томом Хэнксом. Например. Мама всегда говорила, что из меня выйдет отличный Портной. Или быть проклятым так одиноко, что я сделал себе друга из кожи. Я назвал его Уилсоном. Одна из фраз скелета торговца является отсылкой к фразе Бенджамина Франклина. Единственное, что постоянно в этом мире, это смерть и налоги. У меня есть и то, и другое. Очень напоминает фразу одной важной консервативной фигуры. В этом мире нельзя ни в чем быть уверенным, кроме смерти и налогов. Так же фраза волшебника. Однажды кто-то сказал мне, что дружба это магия, но это смешно. Нельзя превращать людей в лягушек с помощью дружбы. Является явной отсылкой на мультфильм My Little Pony. Ну, как тебе новая серия по ней? Как всегда, г- Описание эксперта, Fortune and Glory Kit, дословно переводится как «Удача и слава, малыш», и является отсылкой к фильму Диана Джонса «Храм судьбы». Имена ретинайзер и спазматизм образованы от двух терминов, ретиносетчатка и лазер-лазер. А также спазм, бесконтрольное поддергивание и астигматизм, заболевание глаза. А теперь переходим к самому интересному. Ты знаешь, какой предмет имеет самое обширное древо крафта в ванильной террарии? Независимо от твоего ответа, я всё равно скажу, что это Ракушафон. Его древо крафта состоит из 26 ступеней, а сам предмет имеет 4 режима, отображает всё, а также является, наверное, одним из самых бесполезных. Ведь его создание занимает слишком много времени. Однако, если говорить о самом большом древе крафта не в ванильной террарии, то мы получаем душу вечности из Fargus Mod. Дело в том, что Fargus Mod имеет совместимость с модами Calamity, Torium и Shadow of Abaddon. Крафтовое дерево души вечности выглядит вот так, и имеет более 1600 ступеней. Также некоторые предметы выпадают только при включении дополнительных сложностей, из-за чего я не знаю, каким надо быть человеком, чтобы собрать этот предмет. Вроде как, больше я ничего интересного найти не смог, но думаю, этого и так хватило, чтобы ты узнал что-то новое. В любом случае, я благодарю тебя за просмотр, а также попрошу тебя поставить лайк, прокомментировать, а также подписаться. Ну а мой ник был Alexios, это были интересные и не очень, и очень, и не очень, и не интересные факты. Удачи, окоп!